Вдруг ворона черная, рылья биза хлопала, А ты села по водой, и на грязь легла. Теперь песню «Полюшка» в исполнении участниц вокальной эстрадной студии «Десерт» услышала и публика в Театре Надежды Бабкиной «Русская песня». Зареченские девчонки выступили на гала-концерте 7-го Московского международного фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока. Мозгаз зажигает звезды». Престижный конкурс собрал участников из 24 регионов России и 13 стран мира. Очень много знакомых увидели в списках участников, знакомых по огромному количеству телепроектов. «Детское Евровидение». Это финалисты, это финалисты «Новой волны», это финалисты шоу «Голос дети», «Битва талантов». Участницы десерта выступали не только ансамблем, они исполнили и сольные номера. Я исполняла песню «Лисон», это песня Бьонсе. Публика понравилась. Когда я выступала, меня сразу все снимали, фоткали. Везде я видела вспышки камер. Я исполняла песню «Япония» Злата Агневич. Но мы долго достаточно ее готовили, потому что там столько разных нюансов, которые нужно отработать просто настолько, чтобы попасть в цель. Чувства тоже, то есть нужно было, там песня такая трагичная, которую нужно было от себя просто вот так вот передать. Конкуренция на конкурсе была очень серьезной. Многие участники отсеялись на предварительных прослушиваниях. К тем, кто дошел до финала, предъявлялись особенно строгие требования. Первое, второе, третье место без дублирования мест. И три дипломанта, все. Вот в каждую номинацию, возрастную группу, например, в эстраде, выходило от 45 до 50 участников. На выходе отмечены были только шестеро. Тем ценнее стали для участниц десерта награды фестиваля «Мосгаз зажигает звезды». Все три солистки получили звание дипломантов конкурса, а за коллективное выступление ансамблю присудили первое место. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». «Мосгаз зажигает звезда». Продолжение следует...